К десятилетию общественной организации «Дорогою добра» проект «Особенная история». Родители особенных детей о людях, которые им помогают, и непростом пути, который они проходят вместе. Аня у нас родилась в апреле 2014 года. Беременность протекала хорошо, не было нареканий со стороны врачей. Мы готовились к рождению здорового ребенка. Когда вот она родилась, мне долго не сообщали вообще, что с моим ребенком. Заведующая пришла детским отделением, повела меня туда и сказала, что возможно у вашей дочки синдром Дауна. Ольга Анфилатова, мама Ани. Да, был протест. Как бы не могли поверить. И папа у Ани также. Ну, он меня, конечно, сильно поддержал. Сказал, что дочь мы заберем. Сказал, в любом случае. Я, конечно, была вообще в такой депрессии сильной. И если бы он сказал, что мы не возьмем, я бы не взяла. Все родные поддержали. Звонили и сказали, ну, все, вырастим. Все равно воспитаем девочку, все будет хорошо. Когда нас выписали, нам в роддоме ничего не сказали. Сказали, что есть какая-то организация в городе, но никаких контактов, ничего. Да я что-то и не спросила, потому что я просто не знала, что мне делать вообще дальше. Что будет с нами, я не знала. И вот патронажная медсестра приходила к нам, говорит, ой, да вы что там, такие дети такие. Да они еще нас с вами переплюнут. Я, говорит, работала с ними. И вот дала телефон мне Леной Лянгузовой, мамы тоже дочки с синдромом Дауна. Она была как раз на их участке. Я позвонила Лене. Правда, не сразу я решилась. Леня сразу сказала, приезжайте к нам, мы с вами поговорим. Через месяц только я собралась приехать. Они как раз открывали на Егоровской центр. И вот она со мной поговорила. Я успокоилась немного после этого. Потом, думаю, надо папу нам туда еще свозить. И мы приехали с мужем потом уже. Он тоже успокоился. Анечка стала у него любимцей. Ну, вот так мы вошли в дорогу добра, можно сказать, с момента рождения. В шесть месяцев Аня исполнилась. Уже к нам приехала на дом Ангелина Пантюхина для того, чтобы с ней начинать заниматься двигательной. У нее гимнастика была специальная для детей с синдромом Дауна. В девять месяцев мы уже ездили на групповые занятия в центр на Егоровской. Аня еще маленькая. Ей шесть лет. Ребят с таким синдромом, как у Ани, называют солнечными детьми. Анечка любит, ну вот любит она танцами заниматься. Мы в два с половиной года только пошли. И в три мы уже на танцы пошли. В девятнадцатом году мы съездили в Москву, да, первый раз в жизни. Выступали там на большой сцене, заняли второе место в международном конкурсе. Прогресс в речи пошел. У нее довольно такой ощутимый. Уже можно понять, что она говорит, что она хочет. Она может уже это сказать и речью. Центр нам дает, конечно, уверенность в своих силах и уверенность в своем будущем. Ее, во-первых, отсюда не вывезти. Вообще не вывезти. Она с желанием, ей нравится тут. Со всеми познакомится, со всеми играет. Здесь, я не знаю, в воздухе витает. Но они почему-то понимают детям, что нужно. Просто нигде этого больше не чувствуешь. Что вот это действительно может быть. Люди приходят именно такие, какие нужны. Какие нужны нам, этому центру, этим детям, этим родителям. Ну, возможно, любовь. Организация «Дорога и добра» уже 10 лет поддерживает семьи, где растут дети с особенностями развития. Специалисты «Дорога и добра» создают условия, чтобы такие ребята могли учиться, заниматься творчеством, общаться и социализироваться наравне со сверстниками. Сайт организации rordi.ru Напрямую государством центр не финансируется, и без вашей помощи они и другим детям не справятся. На номер 3443 отправьте смс. Ступени, пробел, сумма пожертвования цифрами. И обязательно подтвердите платеж в ответном смс. Особенная история Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова